Если бы была следующая жизнь, я бы стал садовником. Если бы у меня была еще одна жизнь, я бы еще раз стал садовником, потому что для этой профессии не хватит одной жизни. Эти слова принадлежат известному селекционеру, писателю, философу Карл Ферстеру. На фоне его дома я сейчас стою и покажу вам его сад, который он заложил в 1910 году. Сад разделен на несколько частей, и мы сейчас с вами находимся в утопленном саду. Это был тренд, и он, кстати, был один из первых, который сделал этот утопленный сад. Он занимает площадь 45 на 25 метров и утоплен на 2 метра. Карл Ферстер был писателем, философом, селекционером. Ему принадлежат более 300 селекций, и я думаю, все вы знаете веник Карл Ферстера. Я сегодня побывала в питомнике Карл Ферстера, так что ждите, видео выйдет обязательно, там вы увидите еще и малинию Карл Ферстера. Карл Ферстер любил флоксы и дельфиниумы, и даже написал книгу о синем цвете, то есть синий цвет был его фаворитом. И я влюбилась вот в это растение, когда здесь была осенью 3 года назад, а может 2, я сейчас точно не помню, и посадила у себя его тоже в саду. И знаете, какая это красота, вы мне писали, что потом разрастется, ну как здорово, что он разрастется, хоть что-то у меня разрастется. И у него красные листья и синие цветы, очень мне нравится. И здесь идут подпорные стенки, которые были здесь сделаны позже, вообще сад тоже реставрировался, потому что дочь Карла Ферстера, Мариана Ферстера, она, кстати, написала книгу «Сад моего отца», здесь провела реконструкцию. Сейчас этот дом и сад принадлежит фонду, фонду Марианы Ферстер. Ухаживают здесь и городские власти, и питомник, как-то они тут все поделили, все эти зоны. Ну и мы с вами сейчас спустились к пруду, то есть мы сейчас спустились с вами на 2 метра. Знаете, думала, буду снимать вечером, как заходит солнце, и тут появились тучи. У Карла Ферстера была молодая жена, на 25 лет его моложе, известная пианистка, певица, но оставила карьеру ради мужа, занималась его питомником, делала каталоги, и своими пианистками пальчиками здесь полола. Сорняк посвятила себя полностью мужу, и написано, была душой этого дома, играла на пианино. Ну вот видите, как садовники или ландшафтные архитекторы могли себе позволить вот такой вот участок возле Потсдама или в Потсдаме. Такой дом, 5000 квадратных метров. Ну сначала был у него питомник, а потом появился уже дом. Мы сейчас обходим с вами утопленный сад. Кстати, сохранились здесь самшиты. Ну какое преимущество у утопленного сада? То есть растения защищены от ветра, им там теплее, и поэтому они намного устойчивее. Ну хотя так, если разобраться, они будут намного избалованнее. Кстати, Карл Ферстеру принадлежит очень много различных изречений. Ну я вам сказала, что он был философом. Его отец был астроном, мама художница, и вот получился вот такой вот селекционер. Там, кстати, частная площадь сада, в которую заходить нельзя, или можно заходить по каким-то определенным дням. Сейчас мы сделали с вами обзор крупным планом, обошли половину утопленного сада, и давайте посмотрим на некоторые растения. Посмотрим немножко поподробнее. Нас ждет еще с вами каменистый садик, нас ждет с вами еще весенняя дорожка и осенний миксбордер. Вот так поделил Карл Ферстер свой сад в 1910 году. Кстати, Карл Ферстер умер в 96 лет. Его жена, по-моему, в 92. Так что, ребята, занимайтесь садами. Помните, я вам рассказывала, Минруйс тоже, по-моему, в 96 прожила. И отец Минруйс дружил с Карл Ферстером. Вот это мята горная, которую я у себя посадила. Очень довольна. Такая красивая дымка. Флокс. Флокс Карл Ферстер. Лилейник Франц Хайс. Я вам хочу сказать, что когда я была здесь осенью, сад произвел на меня намного больше впечатлений, потому что здесь были злаки. И злаки действительно вытягивают этот сад. Они его как-то объединяют, всю эту мешанину, которая здесь насажена. Мискантус нанова риегата. Смотрите, какой поднялся ветер. Я сейчас промокну. Ну, а что делать? Что делать? Монарда. Монарда Би Хеппи. Как хорошо, что все подписано, да? Монарда Би Хеппи. Прикольная красная Монарда. Я хочу, кстати, такую какую-то красную Монарду, но это мне, наверное, слишком красная будет. Флокс. Так как я на велосипеде, я уже все равно вымокну, поэтому, знаете, уже мокнуть, как с песней. Далее Берлин-Окляйна. Вот, кстати, смотрите, меня спрашивали тоже недавно, как сделаны мои подпорные стенки. Вот тоже сухая кладка, видите, под углом 20 градусов. Если вы кладете тяжелые камни, ничего с ними не случится. Ну, вот они уже тут давно. Молочай. Стенка не распадется. А вот Флокс Эфа Ферстер. Это жена его. Родители ее были против, чтобы они женились, потому что он был ее старше на 25 лет. Дочь Марьяна тоже стала ландшафтным архитектором, уехала в Брюссель, и там долго находилась. И вернулась с 90-х назад, чтобы ухаживать за матерью и для того, чтобы реконструировать этот сад. Сейчас вы видите Хаканихлою, Гейхеру, Герань, еще одну Гейхеру. И посмотрите, вот такие вот ненавязчивые абсолютно тропинки, которые можно засаживать той же мшанкой и любыми почвопокровными растениями. И вот такое замечательное место отдыха. Кстати, везде лавочки, да? То есть мото, лавочек много не бывает. Это, наверное, отсюда, потому что сад считается садом-пионером. Здесь цветет какой-то кустарник. Написано Моцарт. Какой-то экзот. Я помню, меня здесь так поразили астры, и сейчас их абсолютно не видно. Гаура красивая. Это Рудбекия же, правильно? Рудбекия Гольдштурм. Не все подписано. Вот астры, видите? Были такие красивые астры. Я тут ходила, ходила. Смотрите, какая розовая герань. Ваганнинген. Прям нежно-нежно розовая. А может, это не ее название? Скорее всего, вот ее название. Вот, кстати, Эрика, да? Эрика Челленджер. Я ее формирую такими шариками, а здесь это вот такой массивчик. Вот представьте себе, зимой это у вас вот такой массив. Весной это либо белое, либо такое розоватое облачко. И летом у вас вот такая красота. Зимует в Подмосковье. Видела у блогеров. Мы сейчас с вами идем по весенней тропе. Так назвал Карл Ферст эту тропу. Здесь весной делается акцент на луковичные, цветут рододендроны, азалии и ирисы, баданы. Ну и за счет вечно зеленых растений эта тропа декоративна круглый год. И с вот этой весенней тропинки вы также можете увидеть пруд. Под деревом массивчиком сидят папоротники. Представьте, какой-то старый можжевельник, да? Вот этот. А это тис. Тис фастегиата. Колоновидный тис. Вот такие дорожки очень люблю. Вот тоже задумываюсь сделать. Может, не такие дорожки. Я же хочу газон убирать. Все думаю над этим, думаю, думаю. Вам ничего не рассказываю, но я очень-очень интенсивно над этим думаю. Это скульптура, которую посвятили и отцу, двум сыновьям, Карл Ферстера, его брату и самому Карл Ферстеру. Отец был астрономом и исследователем природы. Карл Ферстер – селекционером и философом, а его брат был философом и педагогом. Мы сейчас с вами прошли почти весенний сад. Вот посмотрите на плане, где мы находимся. То есть это вторая садовая комната, которую мы с вами посмотрели. Конечно, здесь, я думаю, очень будет красиво весной. И вот смотрите, да, вроде можно было здесь и что-то засадить, но нет, сделали вот такую дорожку из таких камней, которые мне нравятся очень. И еще какие-то синие тут колокольчики, которые мне нравятся. И раз, и лавочка. Помните, лавочек много не бывает. Представьте, какая архитектура у дома. Что, посидели, идем дальше, нечего сидеть, правильно. Подпорные стенки разной высоты. Помним тоже у Минруис. Вот такая идет подпорная стенка. Такая дымка красивая, какая-то гипсофила, но не подписано, не подписано, что это. И вообще меня вот этот Барбарис впечатлил. Он какой-то такой красный. Нет, на камере он не красный, а так он очень красный. Очень-очень красный. Я опять тут возвращаюсь в этот утопленный сад зачем-то. А, я хочу заснять вот эту гортензию. Гортензия. Это гортензия Аннабель, да? Это все понятно. Вот она, посмотрите, под деревьями растет. Гортензия Аннабель. Так, я, наверное, слишком тороплюсь и слишком вожу камерой. Я так думаю. А это гортензия Blue V5. В общем, вы увидели, да? Находимся с вами осенненькую. Сейчас она и не такая декоративная, как она выглядит в осенью, на то она и осенняя. Огроженный туями и посредине два клёна. Видите, мне кажется, это еще не было в тренде делать все деревья зонтиком. Вот такие клёны и вокруг. Астер Киттенберг, это у Минруйс было очень много. Но он меня как-то особо не впечатляет. Вот горная мята меня впечатляет, которая у меня тоже есть. И горец. И вот в перемешку горец и рудбекия. Ну, знаете, горец и эхинацея пурпурная. А еще горец и анимона с барбарисом. Видела я в прошлом году в Эпильтерне. Вообще красота. Да, видите, здесь осенняя клумба и очень много злаков и очень много астр. Вот осенью будет красота неописуемая. Итак, мы с вами дошли до каменистого садика. Здесь очень такая приятная атмосфера. Узкие извилистые дорожки. И такое создается впечатление, что этот сад создала сама природа. Здесь Карл Ферстер экспериментировал с различными злаками, многолетниками и кустарниками. Ну, вот смотрите, как замечательно. Такие тропиночки. Навалили камней. И гуляете, и гуляете. Вон, кстати, березка на штамбе. Юнги. Вот видите, получается как бы подпорные стены, но они не регулярные подпорные стены. Перепады высот. Я бы такие сделала бы, наверное. Но с тачкой уже не пройдешь. Надо тогда будет там в обход делать какие-то дорожки тоже, да, получается. Вот видите, получается. Интересно, почему меня этот сад впечатлил. Я не знаю, два года я была или когда. А сейчас, ну я скажу, ну красиво, да. Ну, или видела я уже и столько всего насмотрелась. Или просто действительно не хватает здесь мне сейчас злаков. Каменистый садик мне так понравился. Ну, хотя да. Что вот я тут. Ой, ну вот посмотрите, какая картинка красивая. Просто на эту картинку посмотрите. Как красиво. Так что это второй сад Пионер, в котором мы с вами гуляем. Первый был от Минройс. Это нам сейчас так, знаете, все кажется. Ну, подпорные стенки, ну там, миксбордера, сверху там дерево стоит. Это все для нас сейчас. У нас есть интернет. Кстати, Карл Ферстер издавал тоже такую садовую газету в те времена. Представьте себе, что такое была садовая газета. Кто мог это себе позволить? И как это вообще распространялось все, как это было. Это сейчас мы с вами набрали в Ютубе. Нам все рассказали. Как, что, где и почему. Мы с вами взяли лопату и пошли делать. Тоже какой интересный, смотрите, кадр. Знаете, куда ни глянь, везде скамейки. И как это здорово, что везде можно посидеть. Смотрите, какой старый-старый можжевельник. Вообще. Сейчас мы с вами заглянем в питомник. Питомник Карл Ферстера. Так что, ребята, обязательно посмотрите видео. Питомника. То есть и работал, и жил все в одном месте. И вот еще раз. Это растение, которое должно разрастись когда-то. Посмотрим. Пока нет. О, смотрите, как красиво. Ордовник и ковыль. Я вам уже говорила, что Карл Ферстер прожил 96 лет. И он до самой смерти ухаживал сам за своим садом. Не изнемогай в борьбе с особо запутанной задачей, которая стоит перед тобой. Ведь следующая проблема уже на подходе. Ведь жизнь – это наполовину танец с саблями, а наполовину танец на тонком льду. Карл Ферстер. И еще раз. Карл Ферстер.